Размеры Ватикана лучше всего объяснять не цифрами, а деталями. Вот это, например, посольство Италии-Ватикане. Но находится оно не в Ватикане, а в Риме. Просто крошечный Ватикан не может вместить в себя представительство всех стран, с которыми у него дипотношения. И получается вот это единственное в мире посольство страны, находящееся на территории этой же страны. А еще в Ватикане всего тысяча жителей, священники и гвардия. А еще нет границы. И еще много таких еще, со всеми признаками карликового государства. Но ведущие мировые лидеры стремятся попасть сюда, на аудиенцию, к его главе. Папа Римский, он ведь еще и глава католической церкви. Его паства, внимающая каждому слову, почти два миллиарда человек. Поэтому так важно узнать его мнение и рассказать о своем. Владимир Путин и Папа Франциск поговорили о гуманитарных операциях на Донбассе, спасении христианских святынь в Сирии и сотрудничестве с здравоохранением. Пять минут дороги и президентский Аурус уже в другом государстве. На встрече с его первыми лицами. Президентом Италии Моторелло и премьером Конте. Говорят в частности о санкциях. Путин до этого в интервью итальянской газете на предложение «А вы сначала снимите свои контрсанкции» ответил в стиле «Не мы санкции первыми ввели, не нам их первыми отменять». Конте в интервью российской прессе заверил «Работаем над преодолением санкционного режима». Смотрите, у нас с Евросоюзом в 2013 году торговый оборот был 450 миллиардов долларов. Сейчас 279, по-моему. Ну, вот где эти миллиарды, недостающие 150 миллиардов, где они? Я вам скажу, это недополученные доходы не только наши, но и европейских стран, в том числе и Италии. Это значит, что европейские страны не поставили на наш рынок миллиарды, в миллиардах исчисляемые товары. Это значит, что не созданы новые, либо утрачены бывшие рабочие места, а люди не получили заработную плату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы. Вот что это значит. Это ущерб для всех нас. «Мы считаем, что санкции не являются целью. Мы считаем, что санкционный режим будет иметь переходный характер. И Италия, как страна, работает для того, чтобы создать предпосылки для преодоления этого состояния». Журналисты спрашивали Путина не только про российско-итальянские отношения, но и про Венесуэлу, Ливию и, конечно, Украину. Уже вечером Владимира Путина ждала еще одна встреча. Буквально по дороге в аэропорт российский президент встретился с давним другом Сильвео Берлускони. Это было неофициальное завершение официального визита.